Добрый вечер дорогие друзья! 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 Забрал этот мяч. Алдонин. Ну вот Алдонин. Хороший, очень хороший пас Анякову. Аняков входит в штрафную. Бьет мяч. Каленько отбивает. Отбивает прямо на Аршавина. Аршавин это совершенно этого не ожидал. И от ноги или от груди Аршавина я точно не видел. Отскакивает мяч в перекладину. Ворот латвийской сборной. Мы, конечно же, увидим повтор этого момента. Как здорово сыграл, начиная эту комбинацию, Евгений Алдонин. Я должен сказать, что Алдонин пока, в общем, на мой взгляд, смотрится лучше многих в составе нашей сборной. Смотрите, какой пас мимо Лайзенса на Анякова. Аняков бьет. И вот Аняк в голову. В голову попадает мяч. Аршавину. Еще раз хороший повтор из-за ворот. И в перекладину. Бородюк на ногах. Более опытный хидинг. Спокоен. И так состав сборной Латвии стабилен. Аршавин. Вопреки ожиданиям многих не стал делать передачу. Пас низом. Измайлов. Пас. Растерялся Радимов. Чужой штрафной. Разыграли очень хорошо и быстрый. Хороший был последний пас Беллидинова. Но не суждено этой передаче стать голевой. Посмотрите еще раз. Измайлов. Как здорово. Долго. Долго. Не все-таки, как говорит хидинг, нужно пытаться прессинковать, отбирать мяч в второй половине. Ну вот хорошая передача. Но как же так. Как же так. Конюхов на этот раз не бил. Сделал прострел. В принципе, по-моему, на эту передачу мог выходить и Измайлов. Измайлов пропустил мяч. Вот смотрите. Да. Измайлов нет. Все-таки пытался Измайлов дотянуться. У него не получилось. Но Беллидинов-то видел, что Измайлов не принимает этот мяч. Поэтому был или должен был быть абсолютно готов к удару. И с такой убойной позиции Беллидинов на родном стадионе, где знакома каждая кочка. А кочек-то, в общем, по-моему, нет на отличном газоне докуматива. Все знаменитые прошлые российские футболисты. Довольно неожиданный сильный удар Аршавина. Так что не смог намертво поймать мяч Калинько. Но Кержаков не успевал на добивание. И поэтому довольно комфортно в этой ситуации Калинько себя чувствовал. Отбитый мяч сам же и накрыл. Польский арбитр Джегор Жделевский добавил одну минуту. И повтор удара. Но неловко так Калинько принимал этот мяч. Может, потому что, во-первых, удар был сильным. Но и, конечно, прежде всего, потому что мяч после удара нашего полу-защитника ударился о газон. Класьков, возможно, не было с самого начала матча. Потому что он по домашним обстоятельствам пропустил первый день сборов. И позже приехал в сбор. Может быть, как-то вот это объясняется. Этим объясняется его появление. А это, кстати, вот и жена нашего капитана Евгения Алтурна. Была сейчас на ваших экранах. Вот Ласьков. Хороший пас. Смотрим, положения вне игры нет. Ой, можно бить! Можно бить по воротам. Если бы поточнее ударил Аршавин. Ведь ворота были пустые. Смотрите, значит, передача. Положения вне игры нет. Калинько вроде бы хорошо вышел из ворот, опережая Павлюченко. Но отбил не точно, прямо в ноги Аршавину. И еще раз главный арбитр использует Джегор Шгилевский. После этого эпизода подошел к второму арбитру и переспросил, точно ли не было положения вне игры. И боковой арбитр сказал, что нет, но должен быть удар от ворот. А значит, офсайда не было. Снова выходит Калинько. Играет в подкате, как защитник. Выбивает мяч из-под ног Аршавина очередной угловой. Теперь у нас еще один человек есть, который может подавать на своем домашнем, на родном стадионе. Аршавин отдает назад. Очень хорошо. И удар Евгения Алдонина. Алдонин может пробить поворотом. Что он и делает на глазах у Юлии Началовой, которого увидели наши популярные певицы. Недавно они стали мужем и женой, как, наверное, любители футбола знают. Алдонин, ну вот хорошая позиция, ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Как хорошо сыграли. И сейчас мы увидим повторы. Все началась, по-моему, с передачи Алдонина. И вот смотрите, там хорошо, как подыгрывал. Кто это был? Подыгрывал Павличенко. Давайте посмотрим еще раз. Ох, как хорошо сыграл Аршавин. Пяткой. И вы знаете, ну нельзя, Роман Павличенко. Такая расточительность. Так получилось прямо в руки Калинько. И главное, в общем-то, никто не мешал. Смотрите, как здорово играет Аршавин. Кто и принял мяч хорошо. Этот мяч не лег на ногу спартаковскому нападающему. Снова на ногах Бородюк, снова Корнеев. И вот теперь, хоть и аплодирует Хидинг, он опять же аплодирует комбинации, как и в одном из предыдущих моментов, но уж совершенно точно не завершающему удару, не действием нападающих на острие. Вспоминаем великолепную передачу Аршавин на ход. И вот сейчас паза и положение вне игры не дотянуться. Измайлов не успевает. Марис Смирнов падает и выбивает мяч из-под ног нашего полузащитника. И сразу же в таких случаях обычные рассуждения, положения вне игры не было. Может быть, если бы был в оптимальной форме Марат Измайлов, и успел бы он к этому мячу раньше, чем Марис Смирнов. И снова очень хорошая передача Андрея Аршавина. Валентин Николаев. И опасно. Лайзанс выводит Герпаковского 1 на 1 с Акинфеевым. Акинфеев отбивает. Падает под удар Василий Березуцкий. Кажется, что мяч попал в руку Березуцкому. Но, так или иначе, Василий спасает свою команду. Сначала ее спас Игорь Акинфеев. Какой момент, какой пас Лайзанса, как пропустили выход Герпаковского. Герпаковский ждал. Ой, ну, видите, там кто-то из Березуцких пытался сделать искусственный офсайт. Очень неловко. Но самое-то интересное, что, да, это был Алексей Березуцкий, делал неловко искусственный офсайт. А в итоге они вместе с братом, сначала Василий, а потом Алексей, и спасли наши ворота на самой их ленточке. И как досадует Юрий Андреев. Да, ну а чемпионат его, смотрите, еще раз выход. Ногой сыграл Акинфеев. И, вы знаете, это было... Нет, игры рукой здесь не было со стороны Березуцкого. По-моему, это было сюрпризом для Герпаковского. Вот смотрите, он бьет еще... Ну, кажется, что он бьет уже наверняка. И потом вот такой отскок мог и лучше распорядиться этим отскоком. Герпаковский, если бы знал, что Павлюченко его не использовал. Но вот он принимает мяч от... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Принял мяч от Ласькова, и Павлюченко очень здорово пробил. Потому что это было неожиданно для Калинько. Из-под защитника мяч скользнул по перчаткам. Арбитра сборной латвии. Смотрите, разворачивается Павлюченко. Удар. Да, Калинько не ожидал. Видите, как мяч вынурнул. Да, 15-й номер Диньяр Беледдинов покидает поле. И вот вы мне напомните, когда еще вот такая связка, такой дуэт нападающих у нас был в нашей сборной. Вот чтобы... Ну, я не имею в виду конкретно погребняка Павлюченко, но чтобы вот таких два мощных, во всяком случае высоких нападающих, были у нас на острие атаки. Это вот новинка. Это новинка Гусы Хиденко. Ну, сразу давайте скажем, что рост Гребника 183 сантиметра, рост Павлюченко 188 сантиметров. 24 года Павлюченко, 22 года Погребнику. Рядом с ним... Оскар Клява. Сыграно хорошо. Аршавин отдаёт назад. Удар Семшова прямо в руки Калинькопа. Так, какие еще замены, господин Хидинг? Да, вот мы видим повтор того момента. Действительно был рикошет, и в данном случае это помогло вратарю. Видите, как оставил. Очень хорошо Аршавин оставляет мяч партнерам, выводит их на решающий удар. Ну, Аршавин, давай! Аршавин очень хорош в составе сборной, едва ли не в каждом ее матче. Входит в штрафную, бьет и прямо в руки Калинько. Ну, еще и Калинько хорошо выбирает место. Аршавин устал. Вот вы видите, как он лежит. И тяжело дышит за кромкой поля Андрей Аршавин. Никаких претензий по самоотдаче к нашим. Погребняк. Аршавин входит в штрафную, но он заслужил гол в сегодняшнем матче, согласитесь. Но лишает его этой заслуженной награды все тот же Александр Калинько. Тоже претендент на звание лучшего игрока матча. Вот как и велел Хидинг. Наши не отходят назад. А здесь уже пытаются добрать мяч. Это получается. И вот удар по воротам. Второй опасный удар Семшова. Семшов использует, использует свои возможности. Это предыдущий момент, когда после удара Аршавина играет Калинько. Но потом уже был в следующем эпизоде удар Семшова. Но тут, видимо, восхищается Хидинг мастерством портаря Казанского Рубина. Алексей Березуцкий. Все, идет уже добавленное время. И это добавленное время истекает. Ну что, Аршавин. Пас. Павличенко сбрасывает мяч. Ну, гол! Вот так вот. То, что и требовалось доказать. Пытался я напророчить. Ну и что, напророчил Погребняку. Вот так. Великолепный дебют. Свои те самые несколько минут, которые у него были, которые были в распоряжении Павла Погребняка, он использовал. Очень хорошая комбинация. Браво все! Браво Павличенко! Вот смотрите, какой навес Павличенко здорово сбрасывает головой. Сбрасывал ли он именно... Смотрите, все начинается с паса Аршавина, конечно же. Аршавин просто умница. Навес великолепный. Выпрыгивает. Павличенко сбрасывает. Может быть, он делал передачу Лоскову, а может быть, еще более тонко. Так или иначе, сейчас это уже не столь важно. Мяч проскакивает по Погребняку, и тот играет удивительно хладнокровно. Удивительно хладнокровно. Вот такой дебют. В первом матче за сборную этот 22-летний нападающий забивает мяч. Ну что ж, дорогие друзья, мы выиграли 1-0.